Моей личной трансформацией и с 82-84 килограмм, вот тот вес, который был все-таки там порядка 4 лет назад, даже фотографии смотрю, как я трансформировался уже на тех фотографиях, которые есть в ЛР. Я вижу, что вот этот вес там в районе 69-72 килограмм, это вот уже мой такой текущий здоровый вес, в котором мне очень хорошо, в котором я себя чувствую замечательно и могу очень легко с таким весом, например, пройти тяжелейшие дистанции половины Ironman. Я не буду сейчас даряться подробностей, в общем, это сложное 5-6-часовое испытание для человека, в течение которых ты плывешь, едешь на велосипеде и бежишь. И это, конечно же, невозможно сделать неподготовленным, невозможно сделать с большим весом. Почему я вот сейчас акцентирую внимание на коррекции веса, давайте я вам расскажу о том, как с помощью нашего продукта мы практически можем это делать и это станет тем инструментом, вы знаете, прежде всего не инструментом коррекции веса, я здесь сразу хотел поправиться, потому что это прежде всего инструменты очищения системы пищеварения. Вот я прочитал презентацию, которая есть сейчас на сайте компании, я вообще ничего не понял, что там написано, откровенно говоря, мы сейчас с компанией будем эту презентацию переделывать. Я вам скажу очень просто, да, нам нужны волокна в виде клетчатки для нашего организма, и все-таки, если вы едите и овощи, и фрукты, и вам ведь будут говорить об этом клиенты, я ем овощи, и фрукты, я ем продукты, которые содержат клетчатку, клетчатку таким образом действительно можно получить. Просто нужно есть достаточное число порций этих продуктов. И все-таки клетчатка – это не только то, что нужно нам как питание, это первоклассный инструмент для очищения системы пищеварения. То есть, если у человека есть проблемы с кожей, то есть вы видите, что у человека, например, там акне, да, то есть есть гриб, прыщи, вот простым языком говорить, человек страдает просто от этого. Мне говорят в последнее время, что это психологическое заболевание, расстройство, что человек от чего-то прячется, защищается, и многие какие-то другие моменты. Я не спорю с этим. И все-таки наша медицина говорит о том, что это прежде всего проблемы обмена веществ, проблемы системы пищеварения. И вот если мы говорим о системе пищеварения, ведь все вы видели страшные фильмы, в которых показывается наш кишечник, и мы видим, что у нас находится внутри, мне даже жутко иногда себе прислал. Но так как я недавно проходил полное обследование, я очень рад тому, что у меня все хорошо. Но вот это вот все хорошо и чистый кишечник, его нужно поддерживать. Для того, чтобы его поддерживать, его каким-то образом нужно очищать. И у нас есть замечательный продукт алоэ-верогель. Это очистка и пищеварение, это и в целом, можно так сказать, положительно влияет на нашу кровенососудистую систему продукт. И все-таки вот этот продукт, это тот продукт, который реально можно назвать клизмы для нашей системы пищеварения. Это вот, ну, я вам говорю, как тем людям, которые, может быть, и не хотят худеть, но хотят, чтобы у них система пищеварения была чистой. А теперь для тех людей, которые испытывают достаточно большие трудности в коррекции веса. А вот я такой человек, потому что, несмотря на все занятия спортом, я могу заниматься спортом, при этом вести 80 килограмм. Очень легко. Вы знаете, я вот очень легко, там, за месяц, за два набрал, там, 6 килограмм. Если бы я не остановился, еще больше бы набирал. И при этом я, ну, интенсивно, 5-6 раз в неделю занимался спортом. Вопрос-то в другом. Вопрос в том, что если я начинаю есть, особенно во второй половине дня, углеводы, а я очень люблю простые углеводы, я очень люблю мучные продукты, даже если я этого не ем, если я ем во второй половине дня, я все равно набираю вес. Ну, вот так вот природа наградила меня вот этим, и я из-за этого благодарен. Почему? Потому что, если бы я был худой, как швабра, и прятался бы за березками, то, наверное, меня бы тема не сильно беспокоила. И ел бы я все, и совершенно не задумывался о том, что у меня внутри. А вот так как вес сразу индикатор, который говорит, эй, парень, у тебя проблема, да, ты начинаешь задумываться. И так надо во второй половине дня каким-то образом исключить из рационного питания простые углеводы. И каким-то образом нужно сделать так, чтобы ты был сытый и довольный. И вот я с этой проблемой все время боролся ментально. А вот сейчас уже несколько дней я понимаю, что у меня появилось грозное оружие, которое мне поможет с использованием этого продукта, ну, просто надо еще не переедать. Итак, в районе 14-17.00, полдник, я вам сейчас о рационе питания более подробно расскажу, я теперь буду использовать вот этот продукт. То есть я буду использовать файбербуст. С молоком, с водой я еще не пробовал, пробовал с молоком. Это, конечно же, с двумя стаканами воды. И вот я сейчас по-прежнему там пью водичку. По окончании нашего мероприятия в 21.00 я выпью еще протеин на воде. И примерно там в 23.00 сегодня отключусь. То есть за 2 часа до сна приму последний прием пищи. И вот так, как я дал своему организму и длинные углеводы, там, в районе 5 часов, и мне не хочется есть сейчас. В районе 8 часов обычно я там ем протеин. Но если сильно очень хочу есть, то ем протеин и салат, что неправильно. Но иногда вот очень хочется, я себе это позволяю делать. Это отличная вещь для того, чтобы разгрузить свою талию. Ну, проще говоря, убрать сантиметры своей талии, сантиметры своих бедев. Но среди вас есть настолько красивые и стройные, и замечательные люди. Есть такие ребята, которые и без файбербуст это прекрасно делают. Вам это удается. И вполне возможно, вы не понимаете то, о чем я говорю. Но у вас есть клиенты, у вас есть люди вокруг. И это отличная возможность попробовать вот этот продукт именно с такой точки зрения. Давайте, что такое файбербуст очень коротко. Это клетчатка. Это длинные высококачественные углеводы. Что такое длинное? Вот есть простые сложные углеводы. Простые углеводы, они короткие. Это сахар, фруктоза, мед. Все то, что является вот таким желанным для сладкоежек. Это очень короткие углеводы, потому что достаточно быстро поднимается уровень инсулина в кровенососудистой системе. И достаточно быстро падает. И это наркотическая зависимость на 100%. То есть если у вас зависимость от сладкого, это наркотическая зависимость. Точно такая же, как вид психологической зависимости или вид какого-либо другого пищевого расстройства. Или зависимость от наркотиков. В зависимости от алкоголя или еще от чего-либо. Вот зависимость от сахара. И по сути производители этим пользуются. А это длинные высококачественные углеводы. Это углеводы, которые мы можем получить, например, из риса или углеводы, которые мы можем получить из овощей. Но при этом это углеводы, которые, ну, это клетчатка, это углеводы, которые не несут огромного количества калорий, с одной стороны. Ну и порционные, это тоже, понятно. С другой стороны полезные еще очищают систему пищеварения. Итак, следующее. Это чистый и здоровый кишечник. Лучший продукт для насыщения при коррекции веса. И вот выпивать нужно до двух стаканов воды. Я выпиваю один стаканчик после, один стаканчик до. Мы говорим о том, что после приема пищи лучше воду не пить. Вот у этого продукта исключение, потому что разбухает, разбухает клетчатка в вашей степени пищеварения. Причем нет такого ощущения, как будто вы съели, например, бобы или горох, хотя тоже бобовый. В общем, нет ощущения, что у вас раздувается живот. Просто есть чувство насыщения и запахи кишечника. Итак, я вам предлагаю очень простую, очень простой рацион питания. Можете сфотографировать, можете поделиться. Это я против сложных программ. Сложные программы, в которых мы выставляем себя какими-то мастерами, это все от лукавого. Все достаточно просто. Есть рекомендации, которые я покажу на следующей странице, мои рекомендации. Вы можете воспользоваться рекомендациями здорового питания от Константина Кустова, который дополнит те рекомендации, которые вы увидите на следующей странице. А вот это тот рацион питания, которому придерживаюсь я. И больше, ну не всегда, но часто. И это тот рацион питания, который я рекомендую своим друзьям, своим клиентам, которые корректируют вес. Итак, утро. Протеиновый напиток или коктейль от ЛР на основе молока и воды. Даже если я ем кашу, я вам честно могу сказать, ну перед какими-то сложными тренировками, а я их стараюсь делать утром, я ем кашу. И, ну это жизнь там спортсмена, в основном это овсянка, иногда это другие группы. И все-таки за полчаса до завтрака, в том числе мой спортивный врач, мне написал протеиновый коктейль, протеиновый напиток. Либо там аминокислоты, но сейчас не думаю, что такое аминокислоты, потому что это, ну по сути, это тот же продукт, который вы можете получить внутри своего организма, если вы употребляете протеин. Почему? Потому что оказывается, вот несмотря на то, что я вроде бы там и в течение дня коктейль мог выпить и вечером протеин, а обмен веществ не запускается так, как он должен запускаться, если вы начинаете свой день с протеина. Вот я выпиваю сейчас с утра ложечку-две нашего протеинового коктейля с водичкой. То есть я просто заглатываю, это мой первый прием пищи, да, это может быть даже раньше, нежели чем алоэ-верогель. Я его могу выпить в течение дня. Да, я могу выпить сначала алоэ-верогель через 10 минут протеиновый напиток. Но минут через 20-30, после того, когда я там собрался, почистил зубы и все остальное, я уже ем завтрак. Но вы можете сделать полноценный коктейль и именно с полноценным коктейлем, ну, по сути, и создать этот завтрак. Поэтому иногда я делаю полноценный завтрак, то есть это мако, может быть, или кефир, это может быть наш коктейль с протеином, это может быть наш протеин, а иногда я там могу съесть яичницу и кашу, но обязательно ложечку протеина я должен поглотить. Это вот условие, которое запускает обмен веществ и выводит его на совершенно новый уровень в нашем организме. Я некоторое время не придерживался этих правил, это приводило к перееданию с одной стороны, с другой стороны. Мой обмен веществ по результатам тестирования, а я прохожу тестирование в клиниках время от времени, показывает, что он не на должном уровне, на котором он бывает в тот момент, когда я все делаю очень правильно. Следующий – перекус. Это овощной салат плюс батончик фигуактив от ЛР в первой половине дня, сладенького, но в чем бы и нет, да? То есть вот я и хочу, и могу себе позволить. Если вы не используете продукт фигуактив от ЛР, ну, то есть вам, например, не надо корректировать вес, пожалуйста, ешьте, что вы хотите, но вот овощи или фрукты – это как раз для тех, кто не корректирует вес, там одержит. Вот овощи, фрукты вот в этой части дня, какой-то десерт – это нормально. Для тех, кто корректирует вес, ребят, это никаких фруктов, это именно овощи, вообще никаких фруктов в течение дня. Это овощи, и если хотите сладкого, вот, пожалуйста, батончик фигуактив. Обед – овощи, крупы, что такое крупы? Это гречка для меня, это перловка, обожаю перловку, это, может быть, рис, ну, так как есть нагрузка. Если вы корректируете вес, то, конечно, никакой пасты. Рис тоже, в принципе, там есть разные сорта риса, можете прочитать. Лучше более, там, такие, знаете, есть твердый сорта, коричневый рис, есть там черный рис, но это уже совсем так, сложно, не везде можно найти. Ну, в общем, рис тоже нормально, лучше гречка, лучше такие твердые зерна, лучше не всегда там переваренное, лучше не на бульоне, это все понятно. Мясо, жирное, нежирное, меня это в меньшей степени беспокоит, если я ем мясо, стараюсь есть нежир, в основном я ем там индейку. Рыба, яйца, тоже замечательно, почему нет, кто-то считает, только на завтрак можно есть, есть масса блюд, которые включают в себе яйца. Ну, и, что очень важно, порция, что первое, завтрак, что перекус, что обед, старайтесь, чтобы эта порция не выходила за 300 грамм. Это вообще, в целом, любая порция по приему пищи. Это обед. Дальше, полдник, файбербуст 3, почему 3, потому что 3 компонента клетчатки, вы это, я думаю, поняли из предыдущего слайда, плюс стакан воды, ну, это уже после, да, и до, как я уже сказал. И ужин, протеиновый напиток от ЛР на основе кефира, ну, многим мне нравится на основе, там, кефира, либо простокваши, моей супруге не очень нравится. Молока, вот если я буду спать, там, через 3-4 часа с молоком, тоже могу, но я молоко стараюсь не потреблять, ну, по крайней мере, не больше, там, 200 грамм в течение дня, вот сегодня уже выпил молоко, значит, на ночь пить не буду. Тоже большой пользы от этого продукта, как говорят, нет, да. И вода. Вот это рацион, вот если вы, вот такой рацион, от которого невозможно сдохнуть от недоедания, вот такого рациона, в то же время тот человек, который привык есть тазиками, естественно, какого-то колоража будет не хватать. И все-таки от такого рациона, ну, в принципе, приятно, потому что вы потребляете пищу каждые 3 часа. Я вам сейчас на следующем слайде об этом расскажу. Мы же с вами договорились сегодня будет личный пример, да, вот, о личном примере мы и говорим. Итак, основные рекомендации при поддержке или коррекции веса. Итак, первое, зафиксируйте свой вес. То есть, вот, прямо сейчас зафиксируйте свой вес. Лучше это сделать на весах тонита. Это также фиксация натощак утром, процента жира в вашем организме и других данных, о которых мы сейчас поговорим чуть позже. Так, процент жира, объем, то есть, замерить объем грудь, а мерьте талию и бедра. Девочки, можете прям, кроме бедер, в самой толстой части, также бедра, ну, просто поставьте ножку свою красивую изящную на стульчик и замерите также вот бедро просто каждое в окружности. И тоже запишите, зафиксируйте. Все это очень важная вещь. О том, что еще фиксировать на следующей табличке, я вам предоставлю. Дальше, употребляйте 10 стаканов воды в течение дня. Вообще, там 2 литра, там 3 литра, там кто-то 5 литров говорит. Это уже какое-то безумство. Я иногда пил воду так, что на следующий день у меня там ноги были, я постоянно бегал в туалет, почки у меня уже, мне кажется, начали реагировать. Ну, в течение дня 10 стаканов воды каждый может выпить. Следите за этим. Кстати, вот ради интереса вам могу рассказать, что так как начал следить некоторых по своим здоровьем более пристально, летом в мире выходит такой индикатор, такие специальные, и часы будут мерить пульс. Ну, вы видели, очень много таких вот сейчас моделей. А эта модель, она еще будет замирать и гидрацию. То есть, а сколько сейчас воды в твоем организме? И будет подавать сигнал, как только у тебя нет воды. То есть, это можно там по будильнику, конечно, поставить и ходить каждый там час выпивать по стакану воды. Тоже, кстати, абсолютно нормально. А можно вот так там с научным неким подходом. В тренировках тоже очень помогает. Вот что, сейчас тебе надо немножко попить. И вот впервые в мире выйдет такой прибор. Я себе сделал предзаказ из Соединенных Штатов Америки для того, чтобы прям попробовать. Размер порции не больше 300 грамм. Последний прием пищи за 2-3 часа до сна. И вообще, между приемом пищи старайтесь 2-3 часа, не больше. То есть, на 2-3 часа многих хватает, но многие это начинают растягивать на 5. Это колоссальная ошибка. Я, откровенно говоря, сейчас даже с, ну, неким, то есть, сочком еды в город готов отправиться и отправляюсь. Даже если я еду в метро. Но все-таки позаботиться о том, что я буду... Если я знаю, что я вернусь домой там 8 вечера, ну, я, значит, либо должен знать, где я пообедаю, и что там будет та пища, которая мне нужна. И взять с собой файбербуст, вот теперь для того, чтобы насыпать его в шейкер и разболтать, и выпить. Либо, соответственно, ну, вот, если дома, то прям по часам питаться. Почему 2-3 часа между приемами пищи? Пища абсолютно ясна. Ну, просто как звери начинаем бросаться на еду, если мы ее не принимаем вовремя. И съедаем, конечно, гораздо больше, нежели чем то, сколько бы мы могли съесть. И выпить это, может, следующим образом. В 7 часов первый прием пищи, в 7-8 часов. В 11 часов второй прием пищи. Такой второй завтрак, да, такой перед обедом. Обедом. Час-два это может быть уже обед. Ну, для кого-то 3 смещайте. Дальше, соответственно, это полдник. И вот полдник сейчас для меня это файбербуст. Ну, и ужин. То есть, в тот период коррекции веса, а я сейчас тоже хочу сбросить несколько килограмм к спортивному сезону. Да, ну, вот в этот момент. Конечно, не каждый день. Вот, я, представляете, на следующей неделе еду в Астану. Ну, и вот мы идем там, ужин с лидерами. Ну, и представьте себе, я достану там файбербуст, выпью его и там слиму. Понятное дело, что у вас может быть такой чит-дей. То есть, у вас может быть день, когда вы, ну, просто сидите там овощи с мясом, да, к примеру, ну, там, с рыбой. Что-то, что-то сытное, легкое, но и в то же время не будете есть там торт и пасту, да, там. Я постараюсь есть бешбарбак первой половины дня. Ну, друзья, может быть такой день в течение недели. И все-таки там дней шесть, ну, на мой взгляд, можно придерживаться тем правилам,